Библейский портал экзегет.ру представляет Второе послание Петра для библейского портала экзегет. Первая глава читаю в своем собственном переводе. Ну, отдельно представлять второе послание Петра, если вы уже знакомы с первым, в общем-то смысла большого нет, потому что все то же самое можно сказать и о нем, и встает вопрос об авторстве, да, когда мы читаем это послание, в общем, довольно трудно себе представить, особенно если читать в оригинале греческого, еврейского, простите, рыбака из Галилеи, который настолько хорошо владеет греческим языком, который погружается в такую глубокую богословскую дискуссию. Но, пожалуй, самый естественный ответ, я его уже привозил, говоря о первом послании, что Петр здесь генератор идей, а оформляет послание кто-то другой. Возможно, Силуан, которого напоминают в первом послании, как своего секретаря. Ну, и можно сказать, что авторство в древности вообще понималось несколько иначе. Это не обязательно вот текст, написанный рукой какого-то человека, это скорее текст, авторизованный этим человеком, тот текст, которому он дает свое имя, которому он придает значимости и весомости благодаря своему авторитету. Итак, Семен Петр, раб и апостол Иисуса Христа, тем, кто принял ту же драгоценную веру, что и мы. Праведен Бог наш, как и Спаситель Иисус Христос, пусть умножится у вас благодать и мир. Все полнее познавайте Бога и Иисуса Господа нашего. Даже в приветствии здесь уже такое богословское утверждение, причем не одно, они приняли драгоценную веру. Бог праведен, и праведен Иисус Христос. Он здесь не уточняет, каковы отношения между Богом Отцом и Иисусом. И все полнее познавайте Бога и Иисуса. Вот тоже интересное представление о вере, как о пути, по которому человек идет. И полноты он не достигает, наверное, никогда, но он может продвигаться к этой полноте. В противоположность какому-то такому пониманию религиозности как раз и навсегда устоявшегося, законченного и, собственно говоря, ну, ограниченному знанию, да, которое человек может целиком и полностью превзойти. И дальше это богословие продолжается. Он даровал нам божественной силой все, что требуется для благочестивой жизни. Открыл нам того, кто призвал нас своей славой и добродетелью. Вот опять-таки, мы познаем, но нам уже дано все, да, то есть мы, может быть, продвигаемся в вот этой своей вере, просто открывая то, что у нас уже есть, да, не столько приобретая какие-то новые дары, качества, сколько открывая их в себе или в этом мире. Так мы получили от него величайшие и драгоценные обещания. Так что теперь вы можете быть причастны божественной природе и избежать гибели, а этот мир именно к ней влекут его желания. Вот тоже представление о христианской жизни, как о некоторой причастности божественной природе, которая, естественно, бессмертна и которая по этой причине позволяет человеку избежать гибели. А теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетелю познания, к познанию воздержанность, к воздержанности стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, к дружелюбию любовь. Если эти качества проявляются в вас и растут, они не оставят вас без действия, без плода на пути познания Господа нашего Иисуса Христа. То есть эти христианские качества не даны сразу, как нечто раз и навсегда определенное, они приобретаются человеком постепенно, и человек, собственно говоря, добавляет к одному качеству другое. В этом его труд, но в этом и дар свыше. А кому их не достает, тот близорук и просто слеп. Он забыл, что прежние его грехи уже прощены. Вот это странное заявление. Он забыл, что его грехи уже прощены. И вот когда человек остается в этих прежних грехах и как будто забывает об их прощении, как будто забывает о том, что их больше нет, он не стремится приобрести этих качеств. Он остается в этом прежнем своем состоянии. Да, может быть, он поверил, но живет так, как и раньше, и эта вера остается каким-то чисто интеллектуальным выбором. Но если он, наоборот, их проявляет, то это свидетельство того, что он принимает в себя вместо вот этой прежней греховной природы какую-то новую. Это происходит постепенно. Это происходит в его сотрудничестве с Богом. Это происходит как некое раскрытие того, что ему изначально дано, познание, возрастание. То есть это очень интересный путь. Это не некая такая религиозная жизнь, раз она всегда сформировавшаяся, которая вот дана, и все, и ты в ней остаешься. А это путешествие, в котором человек многое открывает. Тем более постарайтесь, братья, делами подтвердить, что вы призваны и избраны. Если будете так поступать, никогда не споткнетесь. Вам будет широко открыт вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Много очень говорится о вере и делах, особенно у Павла. И Павел подчеркивает не дела, а вера. Вера прежде всего. Вот мы читали послание Якова, и теперь читаем второе послание Петра, где, в общем, излагается примерно одна и та же мысль. Кстати, послание Иуды будет очень похоже на второе послание Петра, просто до какого-то возможного заимствования. И вот здесь говорится, что дела подтверждают призвание избрания. Вот Павел говорит, да, вы призваны, вы избраны, это не по вашим делам, но дела подтверждают. Это то, что показывает, что на самом деле вы христиане, а не просто носите такое имя. Потому я постоянно буду вам об этом напоминать, хотя вы и так уже это знаете и твердо держитесь истиной, которую приняли. Я считаю правильным вам это напоминать и так ободрять вас, пока обитаю в шатре смертного тела. Я ведь знаю, что очень скоро мне предстоит переселиться из этого шатра, как открыл мне Господь наш Иисус Христос. Так что постараюсь, чтобы и после моего ухода вы почаще об этом вспоминали. То есть вы все и так знаете. Вот очень часто какое-то учительство, какая-то проповедь в церкви предполагает, что слушатели, они дурачки, они ничего не понимают, им надо все объяснять. Часто с раздражением, часто с таким негодованием. Вот сколько можно вам это говорить? А Петр говорит совершенно в другом духе. Да вы и так все это знаете. Ну просто я вам напомню. Я вам просто напомню, чтобы... Ну я же скоро уйду из этой жизни. Вот и вы, вспоминая меня, это тоже вспомните заодно. Но вам нет нужды это рассказывать. Вот это удивительное доверие. То есть вот начиная с того, что вам все уже дано, вы просто постоянно это открываете. И он продолжает, а я помогаю вам это открывать. Я не учу вас, как в школу пришли дети, ничего не знают, ни счета, ни письма, ни правила поведения. Учителям начинают это все излагать. Ну правда, современные дети обычно уже все это хотя бы в какой-то мере знают. Он говорит, у вас это есть. Мы просто вместе с вами открываем это в себе. Вот иногда просто поражает, до какой степени они доверяли апостолы тем людям, а эти люди были, ну, ничем не лучше нас с вами, которые составляли первые христианские общины. Может быть, даже и знали-то гораздо меньше просто, потому что им мало что было прочесть, мало от кого услышать. Да, это все только начиналось. Сегодня у нас с вами огромный багаж знаний. И все равно очень часто люди застревают вот в этом состоянии первоклашек, да, которым без конца надо все пальчиком показывать, объяснять, ругать их там, хвалить и все такое прочее. А здесь я просто напоминаю, чтобы вы не забыли, когда мы повествовали вам, какая сила явилась в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, это не был пересказ чьих-то изощренных россказней. Нет, мы сами стали свидетелями его величия. Но, видимо, имеется в виду преображение, при котором присутствовал Петр. То есть мы здесь, это, конечно, такое, ну, коллективное, там всего трое было апостолов, да, но неважно, мы свидетели его жизни, мы апостолы, мы те, кто это видели все на деле. Мы не просто вам сказки рассказываем, мы это видели. Это тоже очень важная вещь. Человек может поделиться, на самом деле, только тем, что у него есть. И когда христианская проповедь сводится к повторению каких-то историй или там нравоучений, но она неубедительна. А вот поделиться тем, что внутри тебя, это можно. Это трудно, но это действует. Итак, мы сами стали свидетелями его величия. От Бога Отца он принял честь и славу, ведь это о нем произнес голос великолепный и славный. Он, сын мой возлюбленный, к нему я благоволю. Это, конечно, сцена преображения. Этот голос прозвучал с небес, его слышали, и мы, кто был вместе с ним, на святой горе. Есть у нас самое надежное пророческое слово, и вы прекрасно делаете, что прислушиваетесь к нему. Оно как светильник, который светит в мрачной тьме, пока не разгорится день и не взойдет в ваших сердцах утренняя звезда. Смотрите, вот он говорит про свой опыт, но он говорит и про описание пророчества о Христе, которые когда-то были звездой до рассвета, до восхода солнца, и которые тоже очень важны. Вот две вещи, которые служат основанием проповеди, личный опыт, если его нет, все остальное, просто пустословие, и свидетельство предыдущих поколений тоже личного опыта, в конце концов, что все эти пророчества, как не личный опыт пророков, засвидетельствованы в текстах, в книгах. Прежде всего, знайте, что никакое пророчество нельзя истолковать самому пророку, ведь пророчество приходило не по воле человека, а оно от Бога, его произносили люди по действию Святого Духа. Вот очень известное выражение, пророчество нельзя истолковать самому пророку. Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, читаем Ветхозаветное пророчество, и в историческом контексте оно относится к каким-то конкретным событиям, а мы его применяем к жизни Иисуса Христа, о которой пророк, судя по всему, даже не задумывался. Как мы это делаем, мы что, фантазируем? Нет, пророчество — это некоторое содействие. Опять-таки, вот у Петра это тема в православном богословии, она будет названа синергия, и тема сотрудничества Бога и человека. Вот пророк произносит нечто, он, может быть, даже сам не до конца понимает, что, потому что он всего лишь человек, а через него говорит Святой Дух. И в жизни церкви это пророчество получает более полное, более точное, более важное некое истолкование. Ну а во второй главе он обратится к более сложным богословским темам, она такая суровая, вторая глава в этом смысле. Продолжение следует...